Ученые опасаются увеличения агрессии коронавируса из-за новых мутаций. По их мнению, вирус мутирует по двум причинам. Первый из них является выработка у людей иммунитета к заболеванию. Второй – жаркая погода, которая также влияет на улучшение иммунитета. В целом, мутация вирусов довольно непростой процесс, и сегодня мы попытаемся разобраться с факторами, которые на него влияют. С вирусологом Богданой Щекотуриной. Здравствуйте! Здравствуйте! Рады вас слышать. И вот такой вопрос. Мутация – это стандартное поведение вируса? В целом, как этот процесс происходит? Мутации, как они вообще происходят? Это в основном происходит в природе. Вирусу нужно приспосабливаться в этом мире. И это стандартное, можно сказать, стандартное поведение самого вируса. Но есть и нестандартные мутации, когда происходят какие-то ошибки в геноме и происходят мутации. Вот сейчас все высказывают мнение о второй волне заболевания. И в принципе, не знаю, стоит рассчитывать на естественный иммунитет или же как-то стоит к этому подготовиться? Есть легкая форма, а есть более глубокая форма заболевания, когда идет уже иммунная реакция, иммунный ответ на данную вирус, на данную инфекцию. И идет адаптация организма, он воспринимает, как вырабатывает антитела. И вирус уже не запускается в такую реакцию, как бы человек болел при первой встрече с этой инфекцией. Ну и напоследок хотелось бы услышать ваш совет нашим зрителям, как повысить иммунитет. Естественно, это как если человек видит, что он болен, и лучше себя поберечь, и поберечь окружающих людей, и лучше быть дома. Если это человек здоровый, во-первых, это психологическая поддержка себя, своего иммунитета, настрой позитивный. Ну и, во-вторых, это здоровый образ жизни, никаких вредных привычек, иммунитет это садит. Нужно в первую очередь поднимать иммунитет. Иммунитет хороший, никаких болезней нет. Ну и, естественно, витамины, отдыхать побольше, стрессовым факторам не поддаваться. Хорошо, спасибо большое. Напомню, мы говорили о мутации вируса с вирусологом из Украины Богданой Щекотуриной.